10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. За сутки в Казахстане выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них наибольшее число инфицированных 37 в Нур-Султане. В Алматы 31 новый заболевший. Ковид также обнаружен у 15 человек в Октюбинской области. Всего же по республике 12 511 подтвержденных случаев заражения. Умерших 52. Количество выздоровевших постепенно движется к 7 тысячам. Между тем коронавирус не сдает позиции. Печальные антирекорды бьет Бразилия. Там за сутки скончались более 1400 человек. Всего с начала пандемии с болезнью не справились более 35 тысяч бразильцев. Таким образом эта латиноамериканская страна обогнала Италию и вышла на третье место в мире по количеству умерших от COVID-19. Больше только в США и Великобритании. А вот по числу зараженных Бразилия уступает только лишь Соединенным Штатам. При этом реальное число инфицированных может быть еще больше. Сейчас в республике зима и самый разгар сезонного гриппа. Кроме того, вирусом охвачены местные трущобы, фавелы, где многие живут в антисанитарных условиях. Несмотря на печальную статистику, президент страны Жаир Болсонару снова раскритиковал карантинные ограничения. Он настаивает на том, что экономические последствия от ограничительных мер будут значительно тяжелее, чем потери от инфекции. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации об обязательном ношении защитных масок в общественных местах, где существует риск передачи COVID-19. В новом докладе ВОЗ подчеркнуто, они являются лишь одной из мер профилактики, которые помогают снизить риск заражения. Для наиболее лучшей защиты нужно соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. Ранее ВОЗ выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным коронавирусом. На пресс-конференции в Женеве глава организации отметил, что все эти требования будут актуальны до тех пор, пока не будет выработана вакцина. Тедрос Атханум Гебрейсус заверил, что любая доступная вакцина достанется всем нуждающимся и станет глобальным общественным благом. Маски также могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как гигиена рук и физическое дистанцирование. Только маски не защитят вас от COVID-19. Маски не являются заменой для физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения. Маски полезны только как часть комплексного подхода в борьбе с коронавирусом. Краеугольным камнем ответных мер в каждой стране должны быть поиск, изоляция, проверка и уход за каждым зараженным, а также отслеживание и карантин каждого из всех контактных. А вот в Китае клинические испытания вакцины от COVID-19 могут завершить уже к концу этого года, после чего она будет готова к поступлению на рынок. Ежегодно КНР сможет производить до 120 миллионов доз препаратов в год на предприятии в Пекине. Второй объект будет построен в Ухане. Тогда общий объем и выпуска лекарства достигнут 200 миллионов. Об этом сообщили представители китайской компании, которая занимается разработкой двух инактивированных вакцин. Обе сейчас находятся во второй фазе эксперимента, участие в котором приняли более 2000 добровольцев. Последние данные показывают безопасность и эффективность препарата. Тем временем Миноборона России готовится начать испытания вакцины от коронавируса на людях. Около 50 добровольцев были отобраны из числа сотрудников министерства и доставленные в медучреждения Московской области. В настоящее время они находятся на карантине, чтобы исключить риск заражения до начала испытаний. Препарат разработан Российским научным центром эпидемиологии и микробиологии. Там ожидают, что массовое производство вакцины начнется в конце лета. Клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса. Первое, является ли вакцина безопасна и как хорошо она переносится. И второй очень важный момент, это насколько она является иммуногенной. То есть насколько организм наведения вакцины сможет выработать защитный уровень антител против новой коронавирусной инфекции. Решение об открытии внешних границ Европейского Союза будет принято к началу июля. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам онлайн заседания Совета ЕС. До конца июня странам Шенгенской зоны, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейну предстоит решить, как открывать рубежи для третьих государств. Разом или же поэтапно. Пока ограничения на въезд в ЕС действуют до 15 июня. Но почти все европейские страны выступили за продление этого запрета еще как минимум на две недели. Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня. Еврокомиссия рекомендовала не снимать запрет на необязательные поездки в третьи страны до 15 июня. Почти все страны ЕС сегодня указали, что предпочитают дальнейшее, хоть и менее длительное продление этого периода. Это значит, что контроль на внутренних границах будет отменен к концу июня. Нам нужно сообща обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми. Полицейским Миннеаполиса запретят использовать удушающие приемы. К такому решению местные власти пришли после драматического инцидента с Джорджем Флойдом, завершившегося смертью задержанного. Кроме того, в случае попыток использования этого приема кем-то из стражей порядка коллеги должны пресечь такую попытку. Если они это не сделают, их ждут дисциплинарные меры. Между тем, губернатор штата Калифорния распорядился прекратить обучение полицейских удушающим захватом. Таким приемом не место в арсенале полицейских в 21 веке. Я намерен добиться принятия законов, регулирующих поведение и применения силы полицейскими во время массовых протестов. Демонстранты имеют право мирно протестовать, не боясь того, что их задержат, применят к ним слездачевый газ или резиновые пули. Запасы обогащенного урана в Иране составляют более полутора тысяч килограммов. Это почти 8 раз больше разрешенного лимита, заявили в Международном агентстве по атомной энергии. Кроме того, специалисты МАГАТЭ обеспокоены тем, что Тегеран не пускает международных инспекторов на два объекта. Специалисты уже 4 месяца добиваются проведения проверки. Отмечу, Исламская республика частично перестала соблюдать условия ядерной сделки после того, как в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из плана действий и стали ужесточать санкции против Тегерана. В ходе спецоперации полицейские Ускименогорска и Алматы обезвредили избытчиков синтетических наркотиков. Злоумышленники действовали в двух регионах. У задержанных изделий 6 килограммов синтетики – это почти 19 тысяч разовых доз. Реализовать товар они планировали за сотни миллионов тенге. Преступная схема исключала прямой контакт продавца и покупателя. Обо всем договаривались через социальные сети. Запрещенные вещества продавали путем закладок. Только на востоке страны в преступную группу предположительно входили 6 человек. Другие детали громкого дела в интересах следствия правоохранители пока не разглашают. Разработанная схема сбыта позволяла преступной группе длительное время оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Так как сбыточки ни с кем из потенциальных покупателей не контактировали напрямую. С помощью социальных сетей поддерживали связь, где путем закладок оставляли очередную дозу. А житель Петропавловска выращивал коноплю в теплице. Целую плантацию наркотического растения полицейские обнаружили во дворе его дома. Судя по всему, за дурман травой тщательно ухаживали. Она была высажена в цветочные горшки и размещена в парник, который горожанин построил специально для этих целей. То, что не поместилось в теплицу, росло прямо под окнами его дома. Всего стражи порядка насчитали около 400 кустов. 48-летний мужчина пояснил, что запретный урожай он растил для личного потребления. Но на территории его жилья это была не единственная находка. В хозяйственной постройке обнаружено изъято 118 боевых и 50 травматических патронов различного калибра. Бронежилет, полиэтиленовый мешок, семена, меконопли и пачка от сигарет, в котором находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Общий вес изъято наркотиков, марихуаны невысочной, составил 5 килограмм 90 грамм. История с ремонтом дворов, которые так ждут жители города Абай в Карагандинской области, получила свое продолжение. Жильцы двухэтажных домов старой части города прислали очередное видео. Судя по картинке, после репортажа, который вышел на нашем телеканале, работы по благоустройству все же начались. Правда, пока, по словам местных, рабочие сняли дорожный слой, который они когда-то укладывали за свой счет. А после произвели отсыпку и разравнивали дорогу. Люди обещали следить за тем, как будут развиваться события дальше. Напомню, к нам обратились жители сразу нескольких районов Абая. У всех жалоба одна – неблагоустроенные дворы и отсутствие детских площадок. Как выяснилось позже, некоторые из них все же приведут в порядок до конца года. Вдвое больше потратят денег в этом году в Кустанайской области на строительство и ремонт дорог. Все работы обойдутся госказне почти в 45 миллиардов тенге. За последние годы для региона это рекордная сумма. На эти средства планируют реализовать 281 проект. Это капитальный и средний, и текущий ремонт автотрасс разного значения. Только по программе Нурлужов. В области отремонтируют чуть больше 500 километров дорожного полотна. Но львинная доля проектов пройдет через программы АОЛ Ельбесы Г и дорожная карта занятости. В основном это восстановление дорог районного значения и улиц внутри населенных пунктов. Проекты, которые идут по программе дорожная карта занятости, они будут все реализованы на 100% в текущем году. В рамках данной программы планируется трудоустроить более 5000 человек. Из них 50% это через центр занятости населения. Дренажный канал, построенный в АТРАУ 17 лет назад и призванный решить проблему у грунтовых вод, не выполняет свою функцию. Более того, сегодня русло канала превращается в стихийную мусорную свалку, а стоячая вода в нем стала настоящим раем для комаров, осаждающих жилые массивы. В теме разбиралась Алия Жамитова. Именно здесь берет свое начало дренажный канал Ерик-Мостовой. Изначально он был построен для того, чтобы создать микроклимат в городе АТРАУ, а также регулировать уровень грунтовых вод. Однако ни первую, ни вторую функцию он не выполняет. Зато превратился в мусорную свалку, а также в место выплода комаров. А это близлежащий к каналу микрорайон. Каждое лето жители лесхоза ожидают с ужасом. С первой жарой жилой массив в буквальном смысле берут в осаду полчища комаров. Причина в стоячей воде, которой наполнен канал. Это идеальная среда для размножения гнуса. Дезинсекцию вроде проводят, но это не помогает. Вечером невозможно выйти на улицу ни взрослым, ни детям, ни старикам. Комары атакуют со всех сторон. Да еще и запах с этого канала невыносимый. Вода в нем стоящая, гниет целыми годами, не промывается. Известный в городе гидрогеолог Едиге Соборов проблемой канала занимается уже несколько лет. Говорит, со своей главной задачей снизить уровень грунтовых вод в городе Ерик Мостовой не справляется. По замыслу строителей, вода из Урала должна была промывать канал. Но то ли расчеты подкачали, то ли качество работ или другие причины. Но в итоге дренаж оказался расположен выше уровня воды в реке. Если мы начнем закачивать туда воду, уровень воды в канале повышается. И эта вода вся пойдет на повышение уровня грунтовых вод, которые у нас агрессивные, и произойдет засадление вокруг канала. А микроклимат из-за узкой полосы, 3,6 метров, она не меняется в условиях города отрава. Коммунальщики тем временем ищут способы, как эти проблемы решить. Вариантов несколько – углубить канал, либо вовсе его закопать. Но самый простой способ – осушить. Для этих целей здесь был установлен насос. В день откачивают в среднем тысячу кубометров воды. Работа с 25 числа ведется. И на сегодняшний день откачали 7 тысяч кубометров воды. Продолжаем откачку. Работы ведутся. Планируем еще раз поставить дополнительный насос. И побольше в данное время, учитывая момент летний, что здесь как раз комары, то есть очаг распространения всего. Поэтому хотим ускорить этот процесс работы. Параллельно решают и еще одну сопутствующую проблему. Местные жители превратили канал в стихийную свалку. А это чревато дополнительными проблемами в плане антисанитарии и риска распространения инфекции. Мусор из канала вывозят тоннами. После чего местные власти обещают установить камеры для выявления нарушителей. Алья Жамитова, Мантай Матенов, Хабар 24, Атырау. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok